Лук и стрелы они впервые взяли в руки во время лечения. Теперь участники сборной Украины на Invictus Games называют стрельбу из лука философией жизни. Андрея Усача и Сергея Шимчака вывезли из зоны боевых действий в тяжелом состоянии. Тренировки помогли в физической и психологической реабилитации. Об искусстве сосредоточиться перед мишенью. Следующий сюжет из цикла «Команда Invictus». Я хочу достучаться до тех побратимов, которые вернулись с войны и закрылись в себе. Андрей Усач, 37 лет. Воевал в составе 80-й львовской аэромобильной бригады. Соревноваться будет в стрельбе из лука и гребле на тренажерах. Четыре года назад Андрей Усач не верил, что выживет. Тяжелораненый ждал эвакуации из луганского аэропорта. Вывозили его под обстрелами из установок «Град». На четвертый день эвакуировали, потому что не было возможности. Мы были в окружении. И свет в конце тоннеля очень тяжело было увидеть. Был такой момент, что я действительно утратил надежду и не видел себя живым. До 20 считал, а потом перестал, рассказывает Андрей о перенесенных операциях с 2014 по 2017 год. В перерывах между ними лечился тренировками. Когда непонятное настроение, время от времени проявляются отголоски войны. Еду на стрельбу, и это помогает переключиться. Я приятно был удивлен, когда год не держа в руках лук, на национальном отборе попал в десятку. То есть с тем небольшим опытом, который я получил и не утратил за перерыв. Это еще больше мотивировало. Ох, как втянулся. Теперь выбраться не могу. Очень нравится. Я теперь понял, почему японцы называют стрельбу из лука искусством. Сергей Шимчак, 40 лет. Ветеран Вооруженных сил Украины. В зоне АТО заболел редкой болезнью. Синдром Гиена-Борре. Занимается стрельбой из лука и велоспортом. Из-за болезни Сергея почти полностью парализовало. С 2015-го он борется с ее последствиями, тренировками. Минимум пять раз в неделю. По четыре часа. Никакой личной жизни. Сергей много шутит и смеется, но как только натягивает тетиву, становится невозмутимым. Умение сосредоточиться осталось с войны. Сергей был снайпером. Специфика работы лучника и снайпера почти одинакова. Те же сложности – сконцентрированность, уверенность. А дальше уже служебная тайна. Стрельбу из лука Сергей называет философией жизни. После «Инвиктус Геймс» он намерен попробовать свои силы на Паралимпиаде 2020. Лучница Майя Москвич – единственная девушка в сборной. Каждая тренировка для нее – это маленькая победа. Она преодолевала трудности на войне, но побороть страхи в мирной жизни ей оказалось сложнее. Завтра в выпусках новостей – новая история из цикла «Команда Инвиктус». Евгения Бурда, Вячеслав Смирнов, Дмитрий Гришко, UATV.